Привет! Сейчас откроем набор кенгуру. Вот здесь буду, вот здесь сейчас я буду покажу зверюшек, так, смотрите здесь малышка от милошка Я хочу вам кое-что показать, смотрите. Сейчас я их поставлю задом наперёд. У них все хвосты в одну и ту же сторону. Интересно, почему? Это семья кенгуру Хотте. Меня зовут Ричи. Он фанат спорта, он пишет в газете про спорт. Он пишет про спорт, он журналист. Также он любит играть в гольф. Да, я люблю играть в гольф. В свободное время он проводит время с семьей на берегу озера. Мама зовут Сэнди. Она хорошо готовит и мечтает отыгрывать свой ресторан. Однако с появления Кэти, она практически в то время занята. Сэнди занята. Она готовит там пирожки, салаты и всякую другую разную еду вкусную для своей семьи и для своих друзей и знакомых. Сэнди пытается найти время, записывать свои рецепты, пока малышка спит. Или когда папа возит ее в коляске. Ее зовут Изабелла. Изабелла очень любит заниматься спортом, например, у нее хорошо получается делать то, что на физкультуре делают в школе. Прыгать, например, и бегать. И я так думаю, что иногда мама и девушка любят танцевать, поэтому я думаю, что она любит танцевать. Пора спать, уже слишком поздно. Мама, расскажи нам сказку. Хорошо, сейчас расскажу. Вы, наверное, знаете, почему у нас такие длинные ноги? Нет? Конечно, нет. Ну хорошо, тогда слушайте. Кенгуру не всегда выглядел так, как сейчас. Раньше этот зверек был серым, пушистым и очень важным. И у него было четыре ноги. Однажды он решил отправиться к маленькому богу в центре Астралии. Он пришел и сказал, Сделай меня, чтобы я не похож был на других зверей. Прямо, чтобы я был сегодня таким. Маленький бог на него рассердился и крикнул, Убирайся вон! Но кенгуру был очень важный и пошел к среднему богу. Пришел он и сказал, Сделай меня не похожим на других зверей. Сегодня. Что бы случилось это? Прямо сегодня. Средний бог крикнул ему, Убирайся вон! Но кенгуру решил не сдаваться. Отправился он к старшему богу. И сказал он ему, Сделай меня не похожим на других зверей, И чтобы я просваился на весь свет. Сегодня. Сегодня. Ладно, сказал старший бог. Он позвал большую злую собаку. Вижу этого зверка. Он хочет прославиться. Он прям гоняется за славой. Так погоняй же и ты его. Кого? Этого кролика? Да запросто. И большой пес Бросился догонять кенгуру. А кенгуру принялся выбегать. Лежал он долго по деревне и среди кустов. Поверх высокой травы и низкой. Ну что поделать? Собака не отставала. Они добежали до реки и не знали, как перебраться на другой берег. Там же не было ни моста, ни даже плота. Кенгуру присел на задние лапы и стал прыгать. Сейчас я вам могу показать. Сначала он прыгнул на один метр. Потом прыгнул он еще. Потом он прыгнул на три метра. Пес уже совсем голодал, но все гнался и гнался за ним. И тогда кенгуру поджал передние лапы и стал прыгать на задних лапах и вытянул свой хвост. Пес все бежал, бежал за ним. И ждал, когда кенгуру остановится прыгать. А то иначе его не получилось. Так они бегали и бегали, пока день не стал подходить к концу. И как раз они прибежали к старшему богу. Пес остановился. Он очень устал. И кенгуру тоже устал. «Тогда бог сказал кенгуру, что же ты не благодаришь пса?» «За что?» – спросил кенгуру. «Ты теперь не похож на других и прыгаешь лучше всех. Это ли не слава? И ты же этого хотел именно сегодня?» «Да?» – сказал кенгуру. «Лучше я бы тебя и не просил». «Теперь вы знаете, откуда у кенгуру такие длинные ноги. Пока! До новых встреч!» Миленькая малышка, у тебя самая миленькая шерстка. «Опийская шерстка»